Hello ladies and gentlemen! Что-то давно не было обучалок у нас. Любой механизм в машинном отделении, а особенно ДВС, закреплен фундаментно раме-болтиками, чтобы никуда не убежал. ДВС, сжигая топливо, производит шум, вибрацию, выхлопные газы, тепло и немного полезной работы в виде крутящего момента на выходном валу. В процессе превращения возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала появляется еще одна паразитная сила, которая не только не дает полезной работы, так с ней еще и бороться приходится. Знакомьтесь, боковая или нормальная сила. В тронковом двигателе боковая сила приходится на пару трений поршень-втулка, поэтому у поршня и есть юбка. В крейцкоптом двигателе поршень и втулка избавлены от такой проблемы, но сила никуда не исчезла, теперь она действует в механизме крейцкопа, но он к этому приспособлен гораздо лучше, чем детали ЦПГ. Крейцкопный двухтактник в качестве главного двигателя выдает мощность в разы большую, чем тронковый его собрат, приводящий во вращение вал генератора электрического тока. При этом главный двигатель еще и в разы выше. В результате опрокидывающий момент, как производные от нормальной силы и рычага приобретают весомый характер. Такая зверюга действительно способна порвать фундаментные болты и завалиться на бок. Для предотвращения СИГО используется механизм под названием ТОП БРЕЙСИНГ, что крепит главный двигатель со стороны встречной к основному направлению вращения к набору жесткости судна. Но ТОП БРЕЙСИНГ это не просто балка, намертво приваривающая движок к переборке. Тут нужно организовать по крайней мере одну степень свободы, чтобы движок не вырвал кусок теплохода из переборки. Привет от Сапромата. Колебания в этом месте необходимо демпфировать, а не полностью устранять. Раньше с этим справлялись стоп-брейсинги фрикционного типа, в которых между стальными ламелями помещались бронзовые и стираемые вставки. Устройство примитивное, несовершенное, ограниченного функционала, но работает. Современные двухтактные критскопные двигатели развивают мощность более 6500 кобыл на цилиндр, поэтому с каждой составляющей этой мощности необходимо считаться. Именно поэтому на смену несовершенному фриксованному типу приходит более совершенная технология, способна решить эту проблему. Встречайте, гидравлический ТОП БРЕЙСИНГ. В комментариях под одним из видео мне однажды написали, что лучше бы я рассказал про дизоксаж. И в этом видео тема дизоксажа была бы как нельзя кстати, но ее здесь не будет. А не будет ее, потому что основная масса технарей, отработав по профилю много-много лет, слышали про дизоксаж всего три раза. И все три в этом видео. Считаю эту информацию бесполезной для эксплуатации и поправьте меня, если я ошибаюсь. Теперь по теме. Для начала необходимо разобраться с конструкцией. Взглянем на чертеж. Воу, жирновато. Так лучше? Хорошо, когда есть монтажная магия, да? Неподвижные детали. Это цилиндр и крышка цилиндра. Все остальные имеют только как минимум одну степень свободы. Далее. Плунжер и закрепленный на нем первый поршень. И свободно плавающий второй поршень. Кинематика, посредством которой двигатель взаимодействует с компенсатором. Шток-индикатор, что позволяет определить положение второго поршня. Невозвратный клапан, преднагруженный невозвратный клапан, соленоидный клапан и гидравлический аккумулятор, установленный для того, чтобы чуток снизить динамику работы системы. Рабочее тело. Тут и тут у нас масло. Низковязкое 32-е гидравлическое масло. А вот тут сжатый воздух. При сжимающем воздействии на систему первый поршень сжимает масло в первой камере. Масло это жижа слабо сжимаемая, поэтому давление в первой камере быстро нарастает. Как только этого давления станет достаточно для того, чтобы подорвать иглу вот этого клапана, масло будет перетекать во вторую камеру, перемещая второй поршень к крышке цилиндра. И без того сжатый воздух в третьей камере вторым поршнем сжимается еще сильнее. Поглощение усилия достигается перенаправлением энергии опрокидывающего момента на сжатие воздуха в третьей камере, на дросселирование масла и на сжатие азотной пружины компенсатора. Не стоит также забывать про КПД, которым обладает абсолютно любой механизм, и часть энергии превращается в тепло и рассеивается корпусом в окружающую среду. По исчезновению возмущающего воздействия сжатый воздух перемещает второй поршень в сторону от крышки, а тот в свою очередь выдавливает масло из второй полости через невозвратный клапан в первую, что переводит первый поршень и плунжер в исходное положение. В инструкции описана работа компенсатора при растягивающей нагрузке, но у меня есть сомнения о способности этого девайса сопротивляться растяжению. Тут есть только упорные подшипники, работающие на сжатие. При сильном растяжении единственное, что держит упор от выпадания, эти два кольца зейгера, прочностные характеристики которых очень скромны. Этот соленоидный клапан дает возможность пускать масло байпас дросселя. Эта функция отключает компенсатор, если он не нужен или должен быть выведен из работы из-за поломки. Пневматика. В отличие от масляных камер, пневматика не замкнутая. Есть подводка системы Control Air. Трехходовой клапан периодически сообщает всю систему с атмосферой и сбрасывает давление. Алгоритм этого мне не ясен. Логики работы автоматики в инструкции я также не нашел, а наблюдение за устройством тоже не дало никакого четкого понимания принципа работы трехходового клапана. Наверняка есть какой-то принцип работы, есть какая-то схема, потому что устройство аналоговое и думать оно не может. Оно лишь может исполнять заложенный алгоритм. Есть вопросы к исполнению. Вот отверстие. Оно предназначено для сброса давления и оно сбрасывается в кабель. Нормальные монтажники с руками растущими над подмышками в это отверстие инсталируют глушитель или просто дренажную трубку, направленную вниз. Тут же абстракционисты тряпочные. Вы видите, как филигранно произведено гибко медных труб. Да я даже ногами ровнее выгну. В общем, эти безусловно очень интересные примочки к 2020 году отработали примерно один год. Претензий по работе пока не выявлено, хотя к фрикционным тоже не было. Хочешь поддержать канал? Подписывайся. Колокольчик жмякни, чтобы как можно раньше получать актуальную ректифицированную полезнятину прямиком в мозжечок. PDF-инструкцию я выложу в библиотеку в группе ВКонтактусе. Язык, на котором она написана, очень похож на английский, но на самом деле это эльфийский. Филологи, не читайте это в промте переведенный на латиницу корейский шедевр. Берегите нервные клетки. Вливайтесь в фолловеры в инстаграмушки и будьте в курсе всех новостей касательно канала, да и в принципе работы и жизни. Спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!